Установить скамейки около родника в городе Сосновка, Вятскополянского района, еще только планируют. Ведь к источнику люди тоже приходят отдохнуть. А еще, как уверяют многие местные жители, поправить свое здоровье. Родник там на днях осветили, и теперь к нему приходят десятки верующих. В чем чудотворная сила святой воды? Расскажем далее. Спаси Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, побед! Несколько десятков лет к этому источнику в Сосновке приходили сотни верующих. Набирали воду и верили в ее чудодейственную силу. Теперь источник осветили. Такого события местные жители ждали давно. Ведь, как рассказывают сторожилы Сосновки и ближайших деревень, вода здесь лечебная, исцеляет от болезней. Верим, что вода добрая, полезная, помогает нам. Проехали много источников, но этот определили самый лучший. Мы зимой и летом сюда ездим, зимой особенно на санках. Даже пожилые старухи на санках бутылями сюда ездят. Очень хорошо и даже как-то приятно стало. И вот у меня тут бог болел. Сейчас вроде даже бог перестал болеть водичкой. Мы, конечно, не ходили за этой водой, но, наверное, теперь будем ходить. А ходить к источнику в лес тоже стало приятнее. Территорию здесь благоустроили. Жители Сосновки сами убирали мусор, строили мостик. А инициатором всех работ стал Дмитрий Воробьев. Мы устраивали, мне помогали люди, которые живут в Пыжмане. То есть, мой напарник, мои родственники. Ну и церковь, конечно, нам тоже помогла. А также добрые люди. А зачем вам это надо? Для души. Чтобы сделать добро людям. Присоединиться к такой миссии в дальнейшем теперь пообещали и местные чиновники. Моё мнение, что мы будем всегда такие идеи начинания поддерживать и помогать. А планы у жителей Сосновки такие. Построить в этом лесу часовню и купель. Сделать по пути к роднику указатели. А пока продолжался обряд освещения, люди придумали своему источнику название «Благодатный». Ольга Ракова, Елена Росомахин, Роман Кутузов. Бюро новостей Дайвича. Бюро новостей Дайвича.